всем здорово вот еще веселая музычка опять решил записать на ночь глядя видос на этот раз решил его приурочить второй своей зарплате на новой работе ну правда как я хотел записать на самом деле что у нас сегодня суббота вчера вот но опять захотел спать час тоже практически спать собрался короче видос про экономию есть такая экономия часто я видел релакса тоже частенько он про экономию там втирает что нужно экономии вся фигня я сам вроде как сторонник экономии но как раз про нее хочу записать видос часто бывает экономия когда люди экономят в виду здравого смысла то есть например можно купить один товар можно купить другой точно такой же по характеристикам там или еще почему-то но за него тупо переплачиваешь например за марку там еще за что-то и ты вроде как экономишь получается ну здорово вот это понятное дело что дебилизм если ты платишь там дорого-дорого за какую-то хрень которая просто носит другое название но чаще всего в нашей жизни есть такая такая своеобразная экономия когда ты экономишь попадаешь под пословицу скупой платит дважды особенно знаете такое это интересно бывает во взаимоотношении с людьми и вот на работе на работе когда знаете когда экономят люди на репутации экономят на репутации и на отношениях второе место моей работы когда я работаю в фирме где по сути деньгами рулит в принципе нормально и все и там нормально и тут нормально но я думал только на том месте работы вижу такое особенности женского руководства я к чему вообще все веду потому что опять мне немножечко объебались зарплатой в том плане что и в принципе это нормально платят если так брать по сайтам занятости там и тому подобным вещам но дело в том что договаривались на одни деньги в первый месяц как-то ну ладно думаю первый месяц там поговорю туда-сюда может быть что-то недопоняли во время переговоров поговорил все видимо поняли все верно и опять такая же фигня вот точно такая же фигня и вот разница ну тысяч может быть пять может быть шесть да вот может ну максимум там ну в общем небольшая разница относительно вообще всего объема скажем так работы вот договоренности и тому подобного между тем на что договорились лишь тем что по факту но когда ты видишь вот ты вот такую несправедливость такое недержание не то чтобы слово они соблюдение тех условий на которые ты договорился пропадает желание после первого такой после первой зарплаты мне сразу как-то я у меня горел просто-напросто я говорю до 7 часов там все думал как бы еще там что сделать постоянно задерживался на работе там бежал на работу с утра там что-то думал что-то делал вот создал в итоге команду поменял нормальную сделал нормальных людей когда все работает все крутится все вертится еще много чего осталось сделать но блин пропало желание пропало желание потому что я понимаю что так вот вроде все да да все здорово все замечательно и в какой-то момент происходит разделение и думаю блин что-то как-то много наверное мы мы платим давайте заплатим поменьше и вот так с каждым продавцом там с каждым работникам ладно я отвечаю как бы перед людьми и я когда озвучиваю какие-то условия сейчас к людям я стараюсь придерживаться их и отстаиваю то что я обещал этим людям когда там происходят начисления и тому подобное если обвожу какие-то схемы я стараюсь стараюсь придерживаться точно этих схем чтобы все было прозрачно и справедливо и вот когда вот такая вот херня происходит в отношении того что сначала одни договоренности потом по факту думают как быть договоренности изменить да что-то урезать да что-то не додать да что-то еще где-то вычесть ты начинаешь думать блин понятно понятно почему одна контора быстро развивается а другая контора в таки с такими же условиями даже может быть большим административным ресурсом еще чем-то топчется на месте почему в одной конторе приходишь там нельзя в магазины в представительство еще во что-то и там работают люди которые которым это интересно который прет которые глаза горят они тебе объясняют рассказывают там еще что-то делают находят общий язык это здорово это определенная игра а в другую контору приходишь там работают какие-то мешки которые ты сидишь думаешь вам что мало платят что ли там или или что просто мешки вот я одного мешка уволил именно уволил то почему у меня товарищ пошел за пьянку да даже не за пьянку просто потому что мешок в том плане что нормальный человек вполне возможно в жизни так вот нормально с ним разговаривали мне было жалко в принципе я сожалела о увольнении но это не тот человек которого все продавалось это тот человек который привык что вот ему платят определенное количество денег и ну его на ну ну и он просто сидит на работе и от этого них ни хера работа толком не делается то есть это просто механическое выполнение каких-то вещей пришел открыл сел включил компьютер посидел и ушел я понимаю что где-то нужны такие работники но если от тебя требуют 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 увеличения 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 ты начинаешь думать и ищешь людей которых которых ты хочешь как-то заинтересовать замотивировать заставить которым самим интересно когда нормально здоровой жадности амбиции действует на них и заставляет что-то делать и вот когда ты сам работаешь по этой схеме и вдруг тебе по ним и вдруг ты понимаешь что лучше просто быть мешком что лучше прийти просидеть там целый месяц делать видимость деятельности какой-то получить свой морально быть готовым что тебя постараются обьегорить и больше там определенной суммы которую они там для себя то может быть решили не заплатят вот эта экономия вот эта экономия на людях она всегда выходит боком всегда выходит боком когда ты понимаешь почему говорю на самом деле в одной в той организме люди решают все кадры решают все это наверное это истина из истин и когда потом люди думают почему почему у нас плохо все работает а вот других то есть то же самое но работает хорошо потому что там работают другие люди и с ними выстроены другие отношения пусть там на 2 рубля на 3 рубля на ерунду полнейшую они получают больше получать справедливо они знают что за что они работают и на каких условиях в общем в итоге что вообще хочу сказать про эту экономию на людях на работниках на зарплате конечно это уже избитая истина и слышал я ее много раз уже предыдущих начальничков что работают хорошо не там где платят а там не платят справедливо там несправедливое нормальное отношение к людям то есть когда человек знает что я должен сделать вот это вот это вот это и получу вот это вот это вот это ему интересно работать у него работает жадность и он хочет хочет добиться большего и получить чего-то а в тех местах где я говорю это не только женское управление просто как-то вот последние два места я понял что как-то вот почему-то больше прерогатива девушек когда они близко к собственникам находятся вот и распределить участвуют решают в распределении зарплаты но не всегда не закон потому что я сталкивался с девушками которые реально нормально рулили и с мужчинами которые по этой схеме работали вот когда ты вроде вроде договариваться с работниками на одни условия требуют от работников что-то еще что-то как-то давит на них а когда приходит время выплаты зарплаты когда например какой-нибудь газорезчик работал там три смены подряд в пыли в грязи в радиоактивный там резал этот металл или ка там не знаю продажник продавал там обзванивал не знаю у него ухо оглохло от телефона и концу месяца приходит у него здоровая зарплата может быть больше даже там у него начальник его его зарплата получается и вот такой руководитель смотрит который сначала вроде схем это выстроил наобещал требовал там может быть даже орал или еще что-то как бы давил на людей чтобы они а потом приходит время платить и он смотрит на суммы и в нем срабатывает что-то типа блин я не дам ему столько он этого не стоит да как вот этот человек получит ну я не знаю 50 тысяч рублей я просто слыхал историка про газорезчика который там не знаю сутки напролет работал у него там вышло почти полтинник да как ему полтинник заплатить заплатить полтинник ему не мы заплатили ему 30 а уж как и что сделать чтобы ему 30 заплатить когда вроде по всем по всем параметрам по часам по всем договоренностям полтинник даже больше выходит у него это придумается смарты какие-нибудь там ведут обязательные условия которые появляются в последний момент еще что-то какие-то недоговоренности которых не было и когда ты понимаешь что хоть как-то не вертись не крутись хоть что-то не делай в любом случае тебе будут платить сумму которая вот твоя цена у этого там у у человека который выдает решает о том сколько зарплаты начислить твоя цена у него есть 40 тысяч у тебя цена тебе или 100 тысяч цена тебе или там 10 тысяч твоя цена и хоть что ты делай больше он тебе не заплатит сразу теряется смысл вообще как-то работать какие-то договоренности там еще что-то хорошо работают не там где платят а там где платят справедливо вот в принципе все по поводу экономии экономии на людях на зарплате что еще раз я на своем опыте сам прочувствовал и сам увидел на людях вот что работает что не работает что на самом деле там где люди получают просто знают что они получат определенную сумму и соответственно не работают или И там, где знают, что они могут сами себе что-то сделать, добыть, и они стараются. Работайте там, где платят справедливо. И сами, если сотрудничаете с кем-то, выстраивайте какие-то отношения. Старайтесь придерживаться. Люди – это залог успеха, залог того, что все получится. Ладно, всем пока, всего хорошего. Давайте там, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Я хочу узнать ваше мнение, потому что я развиваюсь как-то, и вы развиваетесь одновременно, и мы развиваемся вместе. И это здорово, что можно делиться друг с другом мнением. Ладно, всем пока, всего хорошего.